Сегодня, 24 декабря 2019 года, украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения БЕРКУ, троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически 5 лет. Я обращаю на это внимание представителей ЛДНР и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены. Это очень важно, чтобы украинская сторона выполняла те договоренности, которые были достигнуты. Для нас это очень важно. Я попрошу, у нас еще есть время, сегодня только 24 декабря, этот вопрос решить так, чтобы действительно обмен состоялся всех установленных на всех установленных. Пан Александре, на вашу думку, снова-таки, начиная с этого, Вы считаете, что это антиконституциональность, когда украинские граждане отдают, мы понимаем, кто и куратор ЛДНР? Вы знаете, здесь надо различать немножко обмена. Тот, который был обмен у нас перед этим, когда самолет летал в Москву и возвращал моряков. Здесь обмен будет не с Россией. Здесь обмен будет на линии соприкосновения с Ордло, да, Украина и Ордло. Здесь не Путин будет менять, не Путин будет миловать. А, до речи, Путин каже, вы с собой домовляетеся. Так, именно в том-то и дело, что это по Минским соглашениям. То есть, если там мы отдавали граждан Украины России, возвращали из России граждан Украины, то да, здесь можно справедливо говорить то, что вы видите по Конституции. А каким именно образом мы отдаем украинцев своих, выдаем по Конституции? Здесь немножко не то. Безусловно, мы тоже будем менять граждан Украины на граждан Украины. Но немножко субъекты не те. Здесь смысл в том, что, вот Беркутовцы, да, здесь правильно было сказано, Зеленский, когда был в Париже, он четко сказал, что его прямая речь. Всех согласован, даже я сказал, не всех установленных. То есть, все установлены, все согласованы, да? Это немножко уже список. Но, когда Кучма поехал в Минск после этого, он сузил и, ну, по сути, подставил президента. Он сказал, всех осужденных на всех осужденных. То есть, осужден это те в отношении, кого вступил уже в законосилу приговор. Тех, кого президент может помиловать своим указом и отпустить. Но, мы же прекрасно знаем. Про обмен мы же домовнялись в рамках Нормандии с Путиным. То есть, мы говорили Украина и Россия. Если будет обмен между Одной и Украиной, мы тем самым вызываем эти невызнанные республики юридично. Такие обмены были уже в 17-16 году. Это не первый обмен уже. Практически тысячи человек было обменено, когда Медведчук был гарантом с той и с той стороны. Это не в этом смысл. Это по Минским соглашениям. Это обмен должен был состояться еще перед Нормандской встречей. Я не знаю, почему его уже включили в договоренности, наверное, чтобы перемогу там Зеленскому записать. Но смысл в чем? Что мы прекрасно понимаем, что в СИЗО у нас сидят люди. Да, вот как Ефрейма уводили. Раз в два месяца приводят и продлевают арест. По той схеме, которую Кучма сказал, они не подпадают. Ну, они же не осуждены. Они еще... Там Мехки Логунов взагалил. Так вот, и ЛДНР уперлись тогда в Минске. Сказали, ваш президент сказал, Зеленский, что все установлено, все установлено. То, что говорит и Рыбин. Туда были включены и Беркутовцы. Но смысл в другом, что с нашей стороны, говорит, что есть люди, которые не хотят возвращаться. Вот сейчас международная миссия Красного Креста, потому что доверия у двух сторонних, она проинспектирует и подконтрольную часть нашей тюрьмы, чтобы у каждого, кто как бы не согласен, узнать лично, согласен или нет. Потому что по Беркутовцам я слышал, что они не согласны, вас, скорее всего, не согласны. Потому что для того, чтобы тебе юридическую очистку провели, сейчас настаивают не просто, чтобы выпустить. Вот как моряку выпустили, а главное дело осталось. Очистку так очистку. Главные дела должны быть, все, главное, преследование должно быть прекращено. Так про это и мова, что, вы понимаете, сейчас что будет в суспільстве? Они не хотят вину признавать, они хотят идти до конца до оправдания себя. Как можно сейчас закрепить справа, или помиловать президент Бекутовцовский, которые, возможно, стреляют на оправдание? Вы понимаете, что это будет просто шаленый скандал? Для кого? Для них это будет справедливость. Для меня будет тоже справедливость, потому что они выполнили приказ, они защищали нашу страну. Я не понимаю, что точную крапку в любом случае ставите, а не политическую решение принимать из того или из другого. Почему же суд за пять лет не поставил эту точку? Это что, какое-то дело? Пане Алексеевне, мы знаем, что, по сути, я ж приходил, я делал журналистские репортажи, фактично, что два месяца продолжают термин утримания под вартою. Никто не разговаривает все эти нюансы, по сути, справа. По сути, эта идея, вы правильно сказали, політичная, это політизована. Мы знаем, что політичная справа выреживается політично, юридичная не может только затягивать. У меня также есть очень много претензий, и, соответственно, как до судовой и прохоронной системы, и до следствия, которое, ну, далеко, скажем, не всегда, и, соответственно, адекватно, и решение, так же, позиция под вартою, так же принимается, ну, так же в очень больших випадках не совсем обоснованно. А чому всем дали домашний арешт, а другой стороне, которые, действительно, как ваш визуевец сказал, просто выполнили наказ по наведению конституционного порядка, их просто маринуют пятий рік поспіль? Ну, мы уже дали эту студию на это запитание. Это решение выключено было політичное. И что делать, например, в отношении Европы, в отношении Европы, мы уже не просто выживали, а прекратили и дело. А что делать с теми, кто это делал в пятницу закону? Так, в том-то и справа, что я абсолютно против призупините дело, закрите справу. Тобто, измените запобежный захід, на більш макий, або на заставу, або на турнической очистке, это и предусматривает. И продолжите их предусматривать. Вы знаете, у меня... Так, коротенькое питание. Вы поддерживаете каких сторон в Беркуте? Яки выполнили наказ? Чи які отказались выполнять наказ? Я, безусловно, поддерживаю тех, кто выполнял приказ. Но я не могу осуждать по-человечески тех, да, вот в Ивано-Франковске, потому что я видел их, стоящих на колене на сцене Майдана. Я видел, как вот эта толпа Майдана, до ними расправляются. За страхи это было. Скорее всего, они делали это. Поэтому, чтобы создать по-человечески их... Ваше, витвинуто. А я не поддерживаю тех людей, которые выполняли преступления. У нас в Криминальном кодексе есть понятие, черным по белому, написано «виконание або невиконание преступления преступления». Если Беркут бьет мирных митингеров детей, то это выполняется преступления преступления преступления, где внесут мать-вотопедальность и выполняют... Пане Алексею, они отказались просто ехать, не значить, что там, возможно, дадут им на різную оружие, вернее, как на бои боевые и наказ стрелять. Они просто отказались выполнить наказ и даже поездить до Киева. Нет, ну, если мы говорим сейчас про отказаться на Киев, то это, мабуть, тяне свое дисциплинарное покарание. Так, ну, это я не поддерживаю. Но, выполнять заключенный наказ, ну, это, конечно, они не мали права. Нараза.